Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Ольга Мельчинка. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Цифры статистики. С начала годов на пожары ИЧС столичные спасатели выезжали уже более 1300 раз. За это время на пожарах погибли 5 человек. 19 человек, в том числе один ребенок, пострадали. Работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон 595 человек. Далее подробности наиболее значимых происшествий минувшей недели. Минск чрезвычайный. В ночь с понедельника на вторник около часу ночи спасателям поступило сообщение о загорании в квартире по улице Заславская. На седьмом этаже девятиэтажного дома оставил свой поздний ужин на электроплите без присмотра неработающий мужчина 85-го года рождения. Употребляя спиртное, он решил приготовить ужин и не уследил. Уже через несколько минут спасатели справились с загоранием, а у виновника происшествия пропало пяти. Во вторник вечером спасатели достали змею из-под легкового автомобиля на улице Веры Хоружей. Извлеченного ужа работники МЧС отпустили на свободу в ближайшем лесном массиве. Бунт ртутных термометров начался еще во вторник, когда спасатели дважды за сутки выезжали проводить спасательные работы по сбору ртути. Сначала в поликлинике, а вечером в квартире, где проживают маленькие дети. Еще пять подобных случаев произошло в среду. В квартирах, где с родителями проживают годовалые малыши, были разбиты бытовые градусники. Столичные спасатели собрали ртуть и обработали помещение. Теперь родители могут быть спокойны за своих маленьких сокровищ. Но чтобы подобные случаи не повторялись, и как действовать в различных ситуациях, в том числе и таких, вам расскажет бесплатное мобильное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». Установив его на смартфон, вы будете получать оповещение об опасности и рекомендации по действиям в таких ситуациях. Минск чрезвычайный. Около половины восьмого вечера мчетверга серьезная авария произошла на 15-м километре Могилевского шоссе. Потребовалась помощь спасателей. По прибытии подразделений МЧС выяснилось, что произошло столкновение грузовика «Мерседес Бенц» и трактора «МТЗ». В результате столкновения трактора прокинулся на бок, и его водитель оказался заблокирован в кабине транспортного средства. Спасатели вырезали водителя с помощью специального инструмента из кабины покореженного трактора. С травмами различной степени тяжести он был передан медикам. Позже стало известно, что мужчина скончался по дороге в больницу. Водитель грузовика не пострадал. Очередной случай оставления пищи без присмотра в состоянии алкогольного опьянения произошел в пятницу ночью на улице Воронянского. События развивались по стандартному сюжету. Пьяный, неработающий 30-летний мужчина забыл, что оставил свой ужин на плите. К счастью, для него все закончилось благополучно. Прибывшие спасатели потушили загорание, а мужчина быстро отрезвел. Надеемся, что произошедший с ним случай станет ему уроком. В воскресный вечер двоих мужчин засыпало землей во время проведения земляных работ на частном подворье по улице Анаева. При строительстве трехметрового фундамента для сарая на территории частного дома произошло обрушение грунта на зяца, хозяйки и его брата. Обоих мужчин засыпало по пояс. Работники Минского гарнизона проводили работы по извлечению и спасению мужчин. Для этого понадобилось провести укрепление постройки. Один из мужчин был доставлен в больницу с предварительным диагнозом – синдром сдавливания. После обследования он был отпущен домой с ушибом ноги. На сегодня это все. До встречи через неделю. С вами была Ольга Мельченко. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.